Здравствуйте, уважаемые читатели! 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта памятная дата установлена в честь воинов-интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. Жертвами этой необъявленной войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Военной службы в составе ограниченного контингента всего прошли свыше 600 тысяч военных служащих и около 21 тысячи рабочих и служащих, которые трудились в Афганистане на гражданских должностях. За успешное выполнение заданий военного командования с января 1980 года по февраль 1989 года 205 863 человека были награждены государственными наградами. 73 военнослужащим присвоено звание Героя Советского Союза. Более половины награжденных – солдаты и сержанты. В этот день к могиле неизвестного солдата в Москве и другим местам в нашей стране, которые связаны с памятью о погибших воинах, возлагают цветы и венки. В 2010 году по приказу президента Российской Федерации в перечень памятных дат была внесена еще одна – 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, посвященный выводу советских войск из Афганистана. Страшное и короткое слово – война. Она в любые времена несла боль, слезы, горе, смерть. Не стала исключением и афганская война. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто погиб, выполняя долг перед Отечеством. Светлая им память. В конфликте принимали участие силы правительства Демократической Республики Афганистан с одной стороны и вооруженная оппозиция – маджахеды или душманы с другой. Борьба велась за полный политический контроль над территорией Афганистана. Душманом в ходе конфликта поддержку оказывали военные специалисты США, ряда европейских стран-членов НАТО, а также пакистанские спецслужбы. 25 декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. Убита и ранена, калеки, психически больные, дети-сироты, седые матери, могилы, страшная цена мира. Так продолжалось 10 лет, 2238 дней. 14 апреля 1988 года в Швейцарии министры иностранных дел Афганистана, Пакистана подписали Женевские соглашения о политическом урегулировании положения вокруг ситуации Демократической Республики Афганистан. Советский Союз с 15 мая 1988 года начал вывод своих войск с территории Афганистана. Операцией руководил последний командующий ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов. Последние войска выходили через мост Дружба в городе Термес. Ну вот и кончилась война, которая была не наша. С момента этого события прошло более 20 лет. Можно войны проклясть и забыть. Жизнь начать снова мирной страницей. Только в памяти снова встают этих мальчиков светлые лица. Афганистан не должен уходить из памяти. Это боль, скорбь, память. Это война, в которую наши ребята были просто солдатами. Уходят годы, все дальше унося трагедию и боль Афганистана. Более 15 тысяч советских воинов не вернулись с полей неизвестного Афгана. Среди этого скорбного списка 86 наших земляков, солдат и офицеров, которые, несмотря на всю неопределенность своего положения, проявили себя как защитники мирного населения, как борцы с преступными группировками, бандформированиями. Действовали мужественно и до конца выполнили свой интернациональный долг. Они достойны уважения и светлой памяти. Книга памяти. Для нас, тамбовчан, все имена, занесенные в книгу горечи, скорби и памяти, священны и почитаемы. Солдаты войны не выбирают и не объявляют. Верны присяге и воинскому долгу они выполняют приказ, отданный от имени Родины и народа. Другого воину не дано. Но Руси всегда было честью и святой заповедью хранить живую память о воинах, павших на поле брани. Давайте вспомним поименно тех, с кем навеки сроднены, кто был частицей батальона, а стал частицей тишины. Лейтенант, герой Советского Союза, Кузнецов Николай Анатольевич. Майор Агапов Александр Александрович. Старший лейтенант, Борисов Андрей Владимирович. Ефрейтор Волосков Александр Александрович. Рядовой Демьянов Владислав Николаевич. Прапорщик Кобзев Александр Николаевич. Рядовой Королёв Анатолий Михайлович. Рядовой Грохин Александр Львович. Рядовой Ларионов Валерий Петрович. Рядовой Плужников Николай Ивадович. Капитан Пугачёв Александр Николаевич. Лейтенант Родомётов Виктор Петрович. Лейтенант Соседов Сергей Эдуардович. Лейтенант Толмачёв Евгений Владимирович. Лейтенант Фролов Геннадий Валентинович. Капитан Шендяпин Сергей Сергеевич. И многие-многие другие. Память о погибших нужна живым, ибо воедино связываются поколения, прошлое, настоящее и будущее, выступают как средство нравственного очищения и оздоровления общества. Да поможет она всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь, оценить своё отношение к людям, своему гражданскому долгу, системе ценностей, найти для себя духовную опору. Погибшим наша добрая память. Я вспоминаю утренний Кабул. Всё необычно в маленькой столице. И сумрак гор, и робкий голос птицы. И улиц просыпающийся гул. Я вспоминаю утренний Кабул. Его прохладу и его контрасты. И вновь шепчу я сквозь разлуку, здравствуй. Прости, что на покой твой посекнул. Афганистан Живёт в моей душе. Мне слышатся Бессонными ночами Стихи, лайков, гневе и печали И выстрелы на дальнем рубеже. Я помню тот попутный самолёт, Которым мы летели над горами. И среди нас один был ночью ранен. Но всё шутил, на свадьбу заживёт. Всё заживёт. Страна излечит раны Сему свой срок, и, может, в этом суть. И по тому уходит По заранок Отряд друзей В небезопасный путь. Афганистан Живёт в моей душе. Мне слышатся Бессонными ночами Стихи, лайков, гневе и печали И выстрелы на дальнем рубеже. Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны, солдатских вдовах, детях-героях. Ведь они являются главными хранителями Светлой памяти о погибших. Ни понаслышке И ни из книг Знают достоверную картину событий. Память – это не только сохранение прошлого, Но и забота о будущем. Можно восстановить города, Поднять из руин страну, Но никто не воскресит тысячи людей, Так и не успевших Построить свой дом И воспитать своих детей. Мы этого не забудем И не позволим забыть никому. Честь и слава вам, Воины-интернационалисты! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!